А почему после войны к ним не вернулись? Вроде хорошая штука и... После войны? Или там, когда уже там на втором этапе, когда уже деньги более-менее появились, как-то освоились, начали делать... Нет, все дело в патроне. В этой винтовке использовался патрон 7.62, длина гильзы 54 с рантом. Перед войной и во время войны были исследования. Соответственно, был пистолетный патрон и винтовочный. Решили сократить дальность стрельбы, потому что опыт войны показал, что такая дальность и мощность винтовочного патрона не нужна. И, соответственно, появился промежуточный патрон. В основном, наверное, первые к нему пришли немцы, создав МП-43 под промежуточный патрон. Это 7.62, был длина гильзы 33. И у нас появился патрон, который после использовался в автомате Калашникова. Тоже промежуточный патрон 7.62, 37. То есть длина гильзы стала меньше. Соответственно, носимый боекомплект солдата стал больше. Но у него хватало убойной силы и дальности, чтобы вести бой. А потом, получается, еще и на 5.45 ушли. А потом еще и калибр уменьшили, да. Субтитры создавал DimaTorzok